Ребята, всем самый добрый день. А у нас что ни день? Что ни день, то и новость. Нема и телеграмма. Стою, смотрю в окно, ребята, и смотрю на свою этот старый Мерседесиху. Помните, я вам показывала. И вижу очень яркое послание на лобовом стекле. В общем, читай, вы должны убрать свою машину, иначе, короче, мы вам вышли письмо с другими инструкциями. Ну, уже с этим, наверное, с штраф. Короче, вышла, я, значит, оторвала от лобового стекла. Давай ее заводить. Ну, уже, видите, уже ее нет. Вот она, ребята, уже стоит. Вот она уже стоит. Я ее заводить. Она не заводится. Села батарея. Но она вот так долго стояла уже. Она так долго стояла. Короче, сел, севшая батарея. Что делать? Я говорю, Роберт, как хочешь, пошли искать этого Кипра. Вот этот наш сосед Сайпрус. Помните? Я его так часто вспоминаю. Он на... Есть он на видео, кстати, у нас, как он нам помогал подключать газовый баллон. В общем, я себе так пораскинула мозгами. Опять стирала, опять убирала. Я так мозгами пораскинула, думаю, где он может жить? Приблизительно. Так я посмотрела. Ну, я видела его один раз в окне. Он вылазил ко мне в окно. Я спрашивала, чья машина стоит, потому что у меня дорогу там перегородили. Я так прикинула приблизительно. Где он может быть? А в Роберт идет наш этот... Look, our friend with these two dogs. Короче, я говорю, идем, Роберт. Студим в первые двери и открывает him dog. You see? открывает нам этот Кипр-дверь. Помоги, пожалуйста. Помоги нам, короче, завести. А оказывается, у него... Оказывается, у него работа связана с лодками. И они с братом обучают этой гребле. Они работают на пляже Four Seasons еще у них вот эта вот лодочная станция, катамараны все на свете. Представляете? Кто бы мог подумать. Они берут дома, у них такое большое, как большая такая батарея с этими крокодилами, с вот этими прищепками. В общем, цвет на дно где. крокодилами. Крокодилами. Да, да, да. Минус плюс. Спускаемся вниз. Ребята, мы не можем мотор найти. Они уже сзади, они впереди, они везде. Я говорю, подождите, давайте будем гугл искать. Я задала модель Мерседеса этого старого. Оказывается, знаете, где мотор у Мерседеса? А160 модель 60. Да, где ребята, в общем, водительское сидение и под водительским сидением, под ногами, под сидением, там снимается коврик, откручивается, короче, еле нашли этот мотор. И все. И мы с Робертом знаете, ребята, что решили? Роберт, давай им подарим эту машину. Ей 17 лет, слушай, точно. Говорит, достаточно молодая. Я говорю, Роберт, давай им подарим эту машину. Говорит, а головняк? Короче, ей надо занимать. Кто ее купит сейчас? У кого людей есть деньги, то они купят себе хорошую машину. А люди, у которых денег нет, они не купят никакую машину. Говорит, давай им просто отдадим. Роберт говорит, да, давай. Роберт говорит, наверное, не каждый день имеет подарок машину. И все. Я говорю, короче, куда поставить ее? Поставили, Роберт, можно сказать, поставили ее там в уголочке под деревьем, деревьями с цветами. И все. И теперь, я говорю, слушай, нам только надо изменить имя в документах. Он же будет на ней ездить, зачем мне, чтобы на моем имени был. А пока мы не можем изменить, наверное, где-то недели через две откроются все вот эти конторы, вот это все пооткрывается, закрыто же все. И мы поедем в эту, я даже не знаю, как он называется, я знаю, где оно находится, мы же там с этим, вот на имя христиана Хасбанд. Харис, Харис. Да, мы с Харисом же же там переоформляли. Это прямо напротив Марины Лимасу. И все, поедем, в общем, поменяем документы. И пусть он ей занимается. И этот головняк, я каждый день на нее смотрела, и просто она мне, она мне просто мешала. Я Ирке Коробову говорила, забирай, езди. Что-то она стеснялась. Ну, короче, я подарила соседей. Ирка, докажи, что я хотела тебе подарить. Я давно ее подарить хотела кому-нибудь уже. Ну, в общем, все. Мы с Рубертом занимаемся благотворительностью. Ха-ха-ха.